Привет! Я Ира, и это мой канал о русском по-русски. Сегодня в этом видео мы будем говорить о глаголах движения. Это ваша любимая тема. И в этом видео мы будем говорить обо всех приставках, которые могут иметь глаголы движения идти, ходить, ехать, ездить. Если вы еще не знаете, что такое глаголы движения и какая разница между глаголами идти, ходить, ехать, ездить, советую сначала посмотреть это видео. А если вы уже немного знакомы с этими глаголами, тогда продолжайте смотреть видео. Готовы начать? Отлично! Итак, мы сначала поговорим о глаголах идти, ходить и о приставках, которые могут иметь эти глаголы. И мы будем с вами смотреть на вот эти глаголы и видеть слева формы НСВ, справа формы СВ. НСВ – это несовершенный вид. СВ – совершенный вид. Я напоминаю вам, что пара идти, ходить – это не пара НСВ, СВ. Нет. Идти, ходить – это оба глагола НСВ. Разница направление. Также ехать, ездить – это оба глагола НСВ. Но здесь у нас будет пара НСВ-СВ. Очень внимательно. И первая приставка, на которую мы с вами посмотрим, это приставка ПА. И это не совсем обычная приставка. И около необычных приставок вы увидите звездочку. Почему она необычная? Посмотрим на глагол ПАХОДИТЬ. Глагол ПАХОДИТЬ имеет значение ХОДИТЬ НЕМНОГО. Вы помните, что глагол ХОДИТЬ – это хаотичное движение в разные стороны. Вот это значит ПОХОДИТЬ. ХОДИТЬ НЕМНОГО. Например, Я походила по комнате и легла на диван. ПОЙТИ имеет совсем другое значение. ПОЙТИ значит НАЧАТЬ ДВИЖЕНИЕ. Я ПОШЛА В МАГАЗИН. Или Я ПОЙДУ В МАГАЗИН. Значит, Я НАЧАЛА или Я НАЧНУ ДВИЖЕНИЕ В МАГАЗИН. Посмотрите, пара глаголов, но значения совсем разные. Хорошо. Следующая приставка В или ВА – это парная приставка. ВХОДИТЬ – ВОЙТИ. Это значит, вы были НЕ ВНУТРИ, НЕ ВНУТРИ, а теперь вы ВНУТРИ. Я ВХОЖУ В КОМНАТУ. Я ВОШЛА В КОМНАТУ. Антоним этой приставки – это приставка ВЫ. ВЫХОДИТЬ – ВЫЙТИ. Это наоборот. Вы были ВНУТРИ, теперь вы НЕ ВНУТРИ. Я ВЫХОЖУ из КОМНАТЫ. Я ВЫШЛА из КОМНАТЫ. То есть, если мы с вами нарисуем вот так, мы можем сказать. Я ВХОЖУ В КОМНАТУ. Я В КОМНАТЕ. Я ВЫХОЖУ из КОМНАТЫ. Понятно? Хорошо. Следующий глагол – ПРИХОДИТЬ – ПРИЙТИ. Приставка ПРИ. ПРИХОДИТЬ – ПРИЙТИ – это значит делать движение и быть в этом месте. Если мы сравним с вами ВХОДИТЬ – ВОЙТИ и ПРИХОДИТЬ – ПРИЙТИ, мы можем увидеть, что здесь мы делаем акцент на том, что мы ВНУТРИ. Здесь мы делаем акцент на том, что мы В ЭТОМ МЕСТЕ. НЕ ВАЖНО ВНУТРИ или НЕ ВНУТРИ. Поэтому здесь я могу нарисовать так или так. УХОДИТЬ – УЙТИ – это антоним ПРИХОДИТЬ – ПРИЙТИ. Это значит, что вы были в этом месте внутри или НЕ ВНУТРИ. НЕ ВАЖНО. И теперь вы уходите из этого места. Например, я каждый день прихожу на работу вовремя. И каждый день я ухожу с работы вовремя. Ещё раз важный момент. Эти глаголы говорят о том, ВНУТРИ или НЕ ВНУТРИ. Эти глаголы не делают акцент на этом. Они показывают – вы в этом месте или вы уже не в этом месте. И это неважно внутри или не внутри. Хорошо? Так, следующая приставка – ЗА. И вы видите звёздочку, значит, это не совсем обычная приставка. ЗАХОДИТЬ – ЗАЙТИ. Первое значение этого глагола как синоним ВХОДИТЬ – ВОЙТИ. ЗАХОДИТЬ – ЗАЙТИ и ВХОДИТЬ – ВОЙТИ – это синонимы. Мы можем сказать ВХОДИТЬ в КОМНАТУ или ЗАХОДИТЬ в КОМНАТУ. И это значит – вы теперь внутри. Но у этой приставки есть ещё и другое значение. ЗАХОДИТЬ – ЗАЙТИ – значит, вы идёте, потом вы в этом месте, а потом вы продолжаете движение в другое место, которое является вашей целью. Например, каждое утро, когда я иду на на работу – моя цель, я захожу в кофейню, чтобы купить кофе. То есть ЗАХОДИТЬ – ЗАЙТИ – это быть в другом месте до того, как вы будете в месте, которое ваша цель. Так, хорошо. Следующий глагол – ПОДХОДИТЬ – ПОДОЙТИ. Посмотрим на меня. Я ПОДХОЖУ К ТОСКЕ. Я РЯДОМ, НЕ ВНУТРИ. РЯДОМ. ПОДХОДИТЬ – ПОДОЙТИ – ЗНАЧИТ ИДТИ, ЧТОБЫ БЫТЬ РЯДОМ ОКОЛО ЭТОГО МЕСТА. ОТХОДИТЬ – ОТОЙТИ – Антони. Вы РЯДОМ с этим местом. Вы ОТХОДИТЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ НЕ РЯДОМ с этим местом. Обратите внимание. ВХОДИТЬ – ВОЙТИ – ВЫ ВНУТРИ. ВЫХОДИТЬ – ВЫЙТЕ ВЫ ВНУТРИ. А здесь мы говорим РЯДОМ, ОКОЛО. Так, хорошо. Следующий глагол – ДОХОДИТЬ – ДОЙТИ. И я знаю, что многим будет трудно понять этот глагол и особенно понять разницу между этим глаголом и этим глаголом. Сейчас разберемся. ДОХОДИТЬ – ДОЙТИ – это значит, вы в этом месте и вы закончили ваше движение. То есть вы закончили движение, которое вы планировали. например, я дохожу до моей работы за пять минут. Это значит, мне нужно пять минут, чтобы пройти это расстояние. То есть ДОХОДИТЬ – ДОЙТИ – значит, как закончить мое движение. А ПРИХОДИТЬ – ПРИЙТИ – это уже быть в этом месте. Приведу пример. Я дохожу до аудитории, открываю дверь, вхожу в аудиторию, я пришла в аудиторию. Понимаете разницу? Хорошо. Следующий глагол – ОБХОДИТЬ – ОБОЙТИ. И это нетрудный глагол. Это значит ВОКРУГ. Вот посмотрим на рисунок. Это может быть ТАК или ТАК. Например, я иду по квартире и вижу доску. Я думаю, надо ее ОБОЙТИ. И иду ВОТ ТАК. ОБОЙТИ. Ну, или это может быть вот так, например. Следующий глагол – ПРОХОДИТЬ – ПРОЙТИ. Так, например, у вас есть какое-то место. Есть дверь здесь и дверь здесь. Вам нужно ПРОЙТИ. Вы можете сказать ПРОЙТИ ЧТО или ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ЧТО. Например, каждый раз, когда я иду в аудиторию в университете, я прохожу много других аудиторий. То есть я их вижу, но я в них не захожу. Я иду мимо. Я прохожу через длинный коридор. Да, вот это коридор, коридор, длинный коридор. Я прохожу через коридор. Я прохожу разные аудитории или мимо разных аудиторий, но не захожу в них. Они здесь, я их вижу. Следующий глагол – ПЕРЕХОДИТЬ – ПЕРЕЙТИ. И этот глагол мы часто используем, когда говорим о дороге, например. Вы идете и видите дорогу, и вам нужно ПЕРЕЙТИ дорогу. Вы на этой стороне, а вам нужно на другую сторону дороги. Это значит ПЕРЕХОДИТЬ – ПЕРЕЙТИ дорогу. Или мы можем также сказать ПЕРЕХОДИТЬ – ПЕРЕЙТИ ЧЕРЕЗ дорогу. И вы, наверное, слышали, что вот это называется ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД. ПЕРЕХОД. Или ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД. НАЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД. ПЕРЕ – ПЕРЕХОДИТЬ. ПЕРЕХОДИТЬ. Отлично. И последние два глагола имеют не только приставку, но и обязательно суффикс. Суффикс СЯ или суффикс СЕ. Очень интересные глаголы. Первый глагол – СХОДИТЬСЯ, СОЙТИСЬ. Это значит, что все были в разных местах, но собрались в одно место. Например, на Олимпиаду сошлись студенты из разных университетов. Из разных университетов в одно место. А разойтись – наоборот – были в одном месте, а теперь в разных местах. Студенты сошлись на Олимпиаду, но когда Олимпиада закончилась, они разошлись по домам. Каждый в свой дом. Так, супер! Мы закончили, мы обсудили все приставки. Но я думаю, что вам, возможно, будет трудно изменять все эти глаголы и использовать их в разных временах. Поэтому, чтобы вам было чуть-чуть легче с этим работать, я сделала для вас вот такой файл. В этом файле я написала, как изменять все эти глаголы и использовать их в настоящем, в прошедшем и в будущем времени. Вы увидите все эти формы, сможете их прочитать и запомнить. И я советую вам это сделать сейчас, потому что мы будем тренироваться и будем работать над этими формами в упражнении. Поэтому сейчас остановите видео, загрузите этот файл по ссылке в описании видео, повторите формы, а потом включайте видео и делайте вместе со мной вот такое интересное упражнение. Жду вас! Читайте файл! Прочитали? Повторили формы? Прекрасно! Тогда мы с вами будем делать вот это упражнение. Здесь небольшая история о Маше. И я нарисовала глаголы, которые вам нужно использовать, чтобы вам было понятнее, о чем я говорю и что делает Маша. Мы сейчас с вами будем вместе читать и думать, какой глагол нужно использовать. Начинаем. Маша из дома и идет в университет в восемь часов утра. Обратите внимание. идет. Значит, мы говорим обо всем в настоящем времени. Маша выходит из дома или уходит из дома. Выходит, уходит. Здесь два варианта возможны. Она широкую дорогу в подземный переход, через него очень быстро, на улицу и в любимую кофейню. Подумайте. Итак, она переходит широкую дорогу. Заходит или входит в в подземный переход. Проходит через него очень быстро. Выходит на улицу, потому что она была внутри, в переходе. Выходит на улицу и заходит в любимую кофейню. Кофейня – это не ее цель. Она заходит туда, и потом она идет дальше. Так, хорошо. До этой кофейни она обычно за пятнадцать минут. Она обычно доходит за пятнадцать минут. Доходит. Помните, мы говорили, сколько времени занимает дорога до этого места, чтобы закончить ваше движения. Она из кофейни, торговый центр, от торгового центра и идет прямо. Подумайте. Она выходит из кофейни или уходит из кофейни. Обходит торговый центр, отходит от торгового центра. Смотрите, здесь отходить от. Всегда можно запомнить, что с отходить мы используем от. Это такой лайфхак. И идет прямо. В университет она вовремя. В университет она приходит вовремя. Но вы можете также сказать – в университет она входит вовремя. Но обычно, когда мы говорим вовремя, мы используем приходить. Да, приходить как быть в этом месте. Мы не делаем здесь акцент на том, что мы внутри или не внутри. Она в гардероб оставляет одежду и в лифт. Она заходит в гардероб. Здесь рисунок заходит. Это не ее цель. Оставляет одежду и входит или заходит в лифт. Помните? Входить, заходить могут быть синонимами. Потом она идет в аудиторию, в нее и ждет преподавателя. Она приходит или входит. Здесь два рисунка, два варианта возможны. Отлично! Ну что, я думаю, что теперь вы очень легко можете использовать все глаголы, которые я сегодня показывала вам на этой стороне доски. Ну, я ведь обещала сказать не только о глаголах «идти ходить». Правильно? Да, я обещала сказать про глаголы ехать-ездить. И, честно говоря, мы уже с вами выучили значение приставок, поэтому вы легко можете заменить глаголы «идти ходить» на глаголы «ехать-ездить». И значение приставок будет точно такое же. Разница лишь в том, что когда вы используете «идти ходить», вы говорите, что вы делаете действие пешком, а когда вы говорите «ехать-ездить», вы делаете действие на транспорте. Но чтобы вам было чуть-чуть легче, я сейчас изменю информацию, и вы посмотрите на формы «ехать-ездить». Итак, посмотрите, пожалуйста, на формы глаголов «ехать-ездить» с этими приставками. И обратите внимание, что в некоторых глаголах у нас появляется твердый знак. Не нужно его забывать. Да, посмотрите, он есть во многих глаголах, поэтому обращайте на него внимание, когда вы используете эти глаголы и меняете их формы. Конечно, я оставлю для вас файл с тем, как изменять эти глаголы. Не забудьте посмотреть. Но использовать вы их можете также, как глаголы «идти ходить» с этими приставками, о которых мы только что говорили с вами. Единственное, на что я хочу обратить ваше внимание – это на вот эти глаголы. Хочу напомнить вам, что у глагола «переезжать-переехать» также есть значение «менять место, где вы живете». Например, «недавно я переехала». Это значит, что я поменяла квартиру или дом, где я живу. А еще у глаголов «съезжаться-съехаться» и «разъезжаться-разъехаться» есть дополнительное значение «начать жить вместе» или «перестать жить вместе». Мы можем сказать «Маша и Паша съехались». Это значит, что они теперь живут вместе. Или «Маша и Паша разъехались», то есть они теперь не живут вместе. А все остальное вы можете использовать также, как глаголы «идти ходить» с этими приставками. Чтобы вы потренировались, я, конечно, подготовила для вас онлайн-задания. Вы найдете их на моем сайте о русском по-русски. Там будет задание и на глаголы «идти ходить с приставками», и на глаголы «ехать ездить с приставками». И, конечно, там будет диктант, чтобы вы научились понимать на слух эти приставки. Поэтому не забудьте потренироваться. Это всегда очень полезно после того, как вы послушали теорию. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Я надеюсь, что теперь все эти приставки стали для вас более понятными и не пугают вас так сильно. Я желаю вам удачи в изучении русского языка и буду ждать вас, как всегда, в моем следующем видео в понедельник в 9 часов утра. И скажу по секрету, что это будет тоже видео о глаголах движения. Ведь это ваша любимая тема. До встречи, до понедельника!